Итак, я нашла вроде бы время для того, чтобы поотвечать на вопросы, по крайней мере на один, наверное, я отвечу. Его задает Александра, я зачитаю вначале. Юлия, я выжила благодаря вашему видео и вашей помощи. Я теперь точно понимаю, что это было определяющим фактором, потому что поддержка от людей, а она была, ее было много, которые даже представить себя не могут в такой ситуации, просто пролетают мимо. На данный момент даже представить себе не могу, как выстроить отношения с бывшим мужем, если даже от одного сообщения проявляется психосоматика. Такое ощущение, что начинает прокручивать воткнутый нож. Требуется время? Вопрос. Я категорически вообще не хочу общаться даже по вопросам, которые касаются только ребенка. Ну, во-первых, Саша, я тебя благодарю за такой прекрасный вопрос. Ты мне помогаешь создавать контент на самом деле, потому что формулируешь действительно очень важные вопросы. Ну и спасибо тебе за оценку, за благодарность. Потому что на самом деле мы с Александрой, я для зрителей скажу, мы с Александрой общаемся по Вайберу. И я осуществляю волонтерскую поддержку. Что тут можно прокомментировать? Во-первых, конечно, когда наши близкие нам хотят помочь, мы... Ну, то есть спасибо им огромное за то, что они с нами, но действительно эта помощь... Почему эта помощь не долетает? Потому что помощь в такой активной стадии, мы в этом вопросе будем говорить про чувства и очень подробно, не понимают этих чувств, следовательно, эти чувства невозможно выгрузить. То есть человеку в активном вот этом состоянии обязательно первое, что нужно сделать, это быть понятым, быть принятым. Потому что даже свои чувства очень сложно осознать, когда ты находишься внутри вот этого вот всего. Вот мы сейчас и займемся тем, чтобы эти чувства прямо вытащить. Вот я себе написала план, да, вопроса. Мы поговорим о чувствах, какие именно чувства. Мы проживаем, что с этим делать. Мы поговорим о целях, которые здесь очень важно ставить. И мы поговорим немножко о техниках. Я поделюсь своим опытом, ну, а вы будете, соответственно, идти своим путем. Итак, какие чувства мы... Что мы чувствуем, да, внутри этой ситуации? Во-первых, это обида. Обида очень сильная, потому что в такой ситуации ты ощущаешь, что тебе воткнули нож в спину. Или уж в горло, я уж не знаю, потому что обида – это, скажем так, такое ощущение несправедливости, внутреннее ощущение. И желание что-то сделать, то есть тут смешано как бы с гневом, потому что обида – это подавленный гнев, неотреагированный гнев, невозможность себя защитить. То есть обида вот она так вот как бы застревает в горле и сидит. И, кстати, одна из главных, я бы сказала, то, что помогает – это высказываться, высказываться о той несправедливости, которая с вами произошла. Потому что через голос, через формулировки мы выкидываем это все. Но при этом нужно понимать, что застревать на этом этапе тоже нельзя. Что мы еще чувствуем? Мы чувствуем гнев, потому что есть, поднимается энергия для того, чтобы добиться желаемого. Какое желаемое в чем? В том, чтобы отношения с ребенком были хорошие, гармоничные. Если кто-то, в данном случае бывший, он препятствует всячески этим хорошим отношениям, он там, допустим, даже если не препятствует в плане взаимоотношений «я – он», то мы знаем, что он настраивает ребенка, когда ребенок у него. И это вызывает гнев. Высшая степень гнева – это, особенно гнева не здесь и сейчас, который можно выразить, это желание мстить. И я целых два, по-моему, видео посвящала именно этому чувству, как его прорабатывать. Прорабатывать, то есть прорабатывать, я сейчас говорю с такой психологической терминологией, проживать. И мы еще чувствуем отвращение, потому что к этому человеку он настолько неприятен, настолько омерзителен, что вот, как Саша пишет, что я не могу вообще заставить себя общаться с ним даже по вопросам, которые необходимы. Если уж говорить, я… ну, Саша знает, что я веду рубрику в Инстаграме, в принципе, на Ютубе, рубрику «Развитие эмоционального интеллекта». И в Инстаграме я писала пост про отвращение. Что такое отвращение? Это как бы то, что нам вредит, организм и эмоция показывают, что нам это не нужно, и мы отдаляемся. То есть, ну, в физиологическом плане это… Это блевота, да, когда мы извергаем то, что нам вредно, и в эмоциональном плане это то же самое. То есть, я бы здесь, вот на этом этапе, я бы рекомендовала следовать этим чувствам, то есть проживать, не вытеснять их и не заставлять себя что-либо делать, если вот оно так вот происходит, но при этом осознавать чувства. И формула по работе с чувствами, она такая. Это осознание, что я чувствую, и понимание, почему я это чувствую, это осознанность. Второй этап – проживание, то есть давать место этим чувствам, то есть выражать каким-то образом. Ну, как, например, обида в данном случае, это может выражаться в том, что я говорю со своими друзьями, с теми людьми, которые меня, я знаю на моей стороне, я знаю на моей стороне, то есть не с теми, которые не понимают по определению. То есть если мама, например, не понимает, с мамой разговаривать об этом не нужно. Вот. Высказывание очень помогает перепрожить эту обиду, гнев. А, кстати, я не сказала про страх. О, это очень важное чувство, которое по-любому есть, когда мы прошли насилие. Неважно, физическое это насилие, или эмоционально, или морально, оно по-любому было, потому что иначе бы не было бы развода. Вот. И мы говорим, да, о том, как действуют психопаты, как они манипулируют, чувствуем вины, на страхе. Ну, собственно говоря, давайте присвоим себе свой страх, он есть, и его тоже нужно проживать и признавать. Итак, по формуле дальше, по формуле чувств, проживание чувства. Проживание. Я сейчас о техниках буду говорить, мы пройдемся по техникам. Принятие после этого идет, принятие ситуации. Это, знаете, это такая стадия уже покоя. То есть меняется состояние уже, то есть оно уже отведено место этой ситуации. И принятие это уже фактически мы конвертируем уже опыт в ресурс. И следующий этап, я вот так и назвала, опыт в ресурс, в чем это проявляется, и к чему мы должны выйти, вот чтобы вы понимали конечную точку, чтобы понятно было, когда же это закончится, по каким маячкам мы поймем, что состояние изменилось. Мы должны выйти на естественную благодарность к ситуации, к тому, что то, что произошло, мне сыграло в плюс, в том, что я стала сильнее. Я сейчас какие-то банальные вещи говорю, да, просто потому что коротко хочется сказать. И мы должны выйти на свет и любовь, то есть если эта ситуация помогает нам развиваться, духовно развиваться и становиться лучше, то по определению возникает вот это чувство благодарности. Притягивать за уши благодарность не нужно. У меня есть тоже видео про благодарность, где я техники даю. Это не значит, что не нужно практиковать техники. Техники нужно практиковать. Но заставлять себя и винить себя, о, блин, там кто-то уже там смог это сделать, а я вот не могу, у меня до сих пор отвращение к этому человеку. Вот сильно, значит, не все выведено, значит, не все чувства прожиты, значит, что-то еще внутри есть, значит, что-то цепляет, за что-то цепляет. То есть если мы по реакции своей на бывшего или на разговоры вокруг этой темы, мы понимаем, то есть по чувствам мы понимаем, значит, внутри еще что-то есть, значит, есть с чем работать. И прежде чем говорить про техники, я хочу сказать про цели. И с Сашей индивидуально мы об этом говорили. Значит, целей здесь должно быть две. И мне помог в своем, для меня было важно, в своем пути, вот я ходила в сентябре год, ну, почти год назад я ходила на курс по целеполаганию и управлению событиями будущего. И для меня было очень важно поставить четко цели. Их две. Первая цель – это гармоничные отношения с ребенком или с детьми. Как мы сейчас знаем, что уже есть женщины, примеры среди нас, у кого несколько детей остались с бывшим. И вторая цель, она скорее даже идет перед первой, хотя нет, они идут параллельно. Это, ну, я назвала удобоваримые отношения с бывшим. Удобоваримые, ну, вот как-то вот с признанием, что отвращение существует, да. Однако мы уже проговорили, что здесь четыре чувства – обида, страх, гнев, отвращение. Вот, вы можете назвать эту цель как угодно, но я бы порекомендовала все-таки, все-таки прописать эти цели на бумаге. Вот. И, ну, помогает вывесить на несколько дней, вывесить их так вот перед собой, перед глазами. Что это даст? Это возбудит в нас намерение, то самое намерение, которое делает чудеса, которое привлекает внешнюю помощь, помощь высших сил. Потому что, когда мы становимся на путь развития, и целью есть развитие, да, а мы вот теперь, я уже сказала, да, какая конечная цель, наша личная. Это помогает, это вот задействует все силы. В чем это может проявиться? Это может проявиться в какой-то информации, которая приходит извне. Это может проявиться в помощи людей. Это может проявиться, что вот так вот сложится обстоятельство, что вам попадется, например, нужный психолог, и вы пойдете какую-то львиную долю своих проблем, отработаете с психологом. Потому что всегда, несмотря на то, что мы занимаемся здесь самопомощью, безусловно, ответственность на нас. Но это не значит, что мы не ищем помощи и не берем эту помощь, профессиональную помощь я имею в виду. Вот. То есть про цели понятно. И здесь я еще, вы знаете, такую сразу, уже перехожу к техникам, да, вот я хочу дать такую тоже простейшую, мною придуманную технику. Кстати, мной она была придумана на сессии с психологом. Апу, Апасля. И заключается она в рисунке. Вот я сейчас сделала вот такой вот рисунок, я показываю. Это схема, схематичный рисунок. С тем психологом я работала в умыследеятельностном подходе, но я как бы в... Не могу сказать, что я применяю ее подход вот прямо всецело. Нет. У меня скорее сборная солянка своего личного подхода, и я вас призываю в своем проекте «Самопомощь», я об этом говорю. Каждый ищет свои методики, пробует многое, и что-то из... Вот я, например, попробовала там двадцатку, да, там за несколько месяцев различных методик. И, например, две из них мне точно помогли. И это уже классный результат. Это классный результат. Десять процентов вот этой вот, как сказать, результативности, эффективности, это вот такой классный результат. То есть не думайте, что все, вот я делаю, делаю, ничего не получается, ничего не происходит. Происходит. Вы делайте. Так вот, теперь комментирую вот эту картинку. Что я здесь нарисовала? Мы должны изобразить себя и вот этого самого бывшего и поставить некую связь, которой вы управляете. Я еще... Бывало такое, что мне приходили такие картинки, я рисовала, где я себя рисую большой, с рукой вот с такой, и кукла, вот которой я руковожу. Такой рисунок у меня был. Это уже можно сделать в коллаже. Даже может быть эффективнее будет, если вы возьмете свою фотографию, кстати, более крупную. И его, более маленькую, вам поможет именно то, чтобы вы видели, что вы здесь значимее в этой истории про отношения, а связь это отношения. Мы сейчас говорим про отношения. Почему это важно? Потому что ребенок там, потому что ребенок есть. И даже это важно даже для тех матерей, которые остались после развода с ребенком. И им тоже не менее важно выстраивать отношения с отцом, чтобы не было вот этого вот трэша внутри у ребенка в душе. Итак, мы рисуем связь, мы ее изображаем как угодно. Лучше ее изображать через руку, то есть как элемент управления. Не знаю, вы, наверное, встречали такую технику вот Татьяны Дьяченко, когда она говорила о том, что нужно ментальные связи прерывать. Это нужно делать, возможно, в медитациях, то есть представлять канаты, которые связывают. Обязательно. Разрывом связей нужно заниматься тоже. Визуализировать их там, допустим, которые, ну, по крайней мере, из второй чакры идет связь, да, снизу. И нужно их обрезать, это нужно делать. А вот связь, которая у нас идет через руку, она будет управляемой. Мы рисуем крантик управления, вот такой вот. То есть это можно сделать, я же говорю, в коллаже, изобразить как угодно творческим видом, визуализировать. Если у вас отлично работает вот эта чакра, вы визуализируете все это в фантазиях своих, ну, без применения материального, пожалуйста. Хотя, мне кажется, это более эффективно. Это первое, да. Дальше, что мы работаем, как мы работаем еще с чувствами, какие техники я предлагаю, использовала сама. По работе со страхом, наверное, вначале нужно переработать страх, то есть не бояться с ним говорить. Это элементарно делается просто привыканием, то есть постарайтесь на эту морду все-таки смотреть, достаньте какую-нибудь фотографию и посмотрите, как я реагирую, отвращением, да, боюсь, вспоминаю я вот эти вот все неприятные моменты. Ну, то есть, такими, как прививка, я рекомендую, как прививка, то есть посмотрели, убрали. Я просто помню, что я даже, я во время развода собирала такой сильный компромат, и у меня до сих пор лежат звукозаписи многолетней давности, когда он со мной разговаривает, я даже записывала момент унижения на диктофон, потому что я тогда собирала доказательства для суда, это все у меня не прошло в суде, но тем не менее, когда я это прослушивала, уже спустя какое-то время, вот Саша спрашивает, требуется ли время? Да, требуется, но если, чем раньше вы начнете осознанно работать с чувствами, тем быстрее у вас это время пройдет, эффективнее вы поработаете, быстрее результат наступит. Вот, ой, уже 20 минут говорю, в общем, привыкание, то есть, вначале я не могла слушать эти записи, да, вот, когда записан был этот скандал, потом я уже все проще, то есть, мы говорим о привыкании, это работа со страхом, представляете, что он нечто такое, что муха, просто вот, ничтожество, которое не нужно бояться, и в этом смысле, если страх перешел в отвращение, это окей, все окей, потому что с отвращением, все-таки, ну, от отвращения легко перейти в презрение, знаете, и вообще перестать общаться, и эффективность, получается, тоже не очень будет, да, какой-то, и тоже вы не выйдете, потому что мы выходим на благодарность, внимание, мы выходим на благодарность и личный свой свет и любовь, потому что только перемолотив вот эти чувства в свет и любовь, которые вы уже будете выражать просто в мир, в своей деятельности, просто как человек, в своей энергиях, вот это вот, вот это вот, это цель, и можете, кстати, третью цель записать к тем двум, про отношения, запишите вот эту цель, и даже пропишите, прошу мой дух помочь мне, прям аффирмацию, прошу мой дух помочь мне, трансформировать, и прям перечислите чувства, которые вы чувствуете, в свет и любовь, дальше, то есть вам будет идти информация, какие-то техники, которые вы будете пробовать, не останавливайтесь на этом пути, если нет сил, обождите, успокойтесь, силы придут, и продолжайте идти, вот я уже, да, про техники говорю, теперь про гнев, а обида, 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 очень важно, обиду, у меня скоро выйдет видео, я уже давно сняла видео, про работа с отношениями, с близкими, обида, я предлагаю взять листик бумаги, расчертить на две колонки, в первой колонке писать претензии, во второй колонке писать благодарности, в этой технике я там модернизировала ее, еще там делаю такую закраску, то есть когда будет выписано все по пунктам, я делаю такую закраску, как бы вот этой части, и акцент на более светлой, ну я, об этом будет у меня видео, некогда оформить, вот, какая техника еще, в марафоне, в своем бесплатном марафоне, Саша, ты помнишь, марафон был посвящен выходу из, выход из кризиса, из создания талисманов намерения, там была у меня техника, выписывание обид, выписывание и трансформация, как бы там на убывающую луну, мы выписывали обиды, травму, боль, и очищали, то есть нужно выгрузить, обязательно, внимание, нужно выгружать, как вы это сделаете, как угодно, вы можете говорить на диктофон, записывать, выгружать, прослушивать, потом произойдет принятие, хорошая техника, очень классная, это, к слову, если нет друзей, нет человека, с которым будете вы делиться, да, сами, вы законтейнируете эти вещи в диктофон, прослушайте, потом придет принятие, прослушивайте обязательно себя, я это делала в видеодневниках, ну, на диктофон простой способ, значит, гнев точно так же, говорите, что вы хотите, я хочу его там разорвать на куски, я готова, то есть, что показывает гнев, осознанность, да, мы говорим об осознанности, что показывает гнев, гнев дает, дает, говорит о том, чего мы недополучаем, поймите, чего вы недополучаете, вы недополучаете хороших отношений с ребенком, вы недополучаете любви, которую он препятствует со стороны ребенка, да, вы недополучаете хороших эмоций, переживаемых с ребенком, и так далее, то есть, вот это вот все мы осознаем, и письмо намерения у меня тогда было, то есть, оно вам помогает ставить эти цели, и волшебным образом работает, все, на это все у меня есть видео, я внизу оставляю ссылки, все, кому интересно, пожалуйста, смотрите реальные техники, самопомощи, вот мы поговорили про техникам, про месть, вообще тоже у меня отдельное видео, нужно прорабатывать желание мстить, и я это делала в артерапевтических техниках, признавать это все нужно, и вот таким вот образом, то есть, что я хочу, вот хотела записать видео, три вопроса, но получился очень большой ответ, но он очень важный, пусть будет это отдельное видео, и если вы, вам нужна помощь, я призываю, значит, вы, я веду проект психологической самопомощи, пожалуйста, можете воспользоваться контактами, да, обратиться, рассказать свою историю, можете в комментариях, еще лучше писать в комментариях свои вопросы, тем самым вы поможете мне развивать канал, своими подписками, репостами, пожалуйста, репостите мой контент, просматривайте мой контент, тем самым вы делаете посильную помощь, делитесь своей, так скажем, мы подключаем нашу энергию, совмещаем ее, получается синергия, и мы двигаем этот проект сообща вместе, все, люблю, целую, пока-пока. Субтитры создавал DimaTorzok